Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашей российской сборной, которая, к сожалению, с разгромного поражения начала выступление на чемпионате Европы. 3-0. Таков исход матча против бельгийцев, где Ромело Лукаку оформил дубль, и при поддержке Менье, забившего еще один гол, принес своей команде Бельгии победу со счетом как раз-таки 3-0. И на фоне этого мне, конечно, стало интересно, а что думают иностранные фанаты касательно данной встречи, как они прокомментировали наше поражение и какое впечатление у них оставила сборная России. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему, ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok.ru Сборная Бельгии играла как на тренировке. Сборная России даже не заставила их вспотеть, а Лукаку просто унизил оборону соперника. Но у меня тоже было ощущение, что Бельгия играла процентов на 30-40 от своей реальной мощи. Футбол Скаут написал, «Теперь всем очевидно, что сборная России уже не та, что была на чемпионате мира в 2018 году. Эта команда потеряла многих легендарных ветеранов, которые закончили карьеру». Ну, видимо, намек на Акинфеева и Игнашевича, которых больше нет в сборной России. На что J.J. First One написал, «На самом деле ничего особенного для России не произошло. В том же 2018 году они проиграли Уругваю с тем же счетом 0-3. Это не помешало им пройти до четверть финала. На Евро 2008 Россия дошла до полуфинала, но дважды крупно проиграла Испания. Это поражение от Бельгии для них ничего не значит». Ну, кстати, действительно есть такая характерная фишка, что на всех даже успешных для нас турнирах мы кому-то крупно проигрываем. Может быть, это и хороший знак, что мы вот так обделались, простите за выражение, в первом матче. Может быть, это как раз хорошо вспомнить Евро 2008, как тогда костерили сборную после поражения от испанцев. Мэкс Дикон. Россия снова проиграла Бельгии. Тут ничего нового. Они точно так же проиграли нам в отборочном этапе. Решающие матчи у них впереди. А мы начали Евро с отличной победы. Ну, кстати, получается, да, бельгийцы нас и в отборе обыграли, и вот в финальной стадии. Алекс Гонсалес написал, что сборная России оказалась еще слабее, чем я предполагал. Удивительно, как они вообще попали на чемпионат Европы. Финны и датчане их также обыграют. Но вот эти две игры будут ключевыми для сборной России в оставшейся части группового этапа. С финнами и датчанами нужно играть лучше. Доков Футбол написал, российская защита делает массу ошибок, но то, что сотворил Семенов в эпизоде с первым мячом, вообще неприемлемо на таком уровне. Тут не поспоришь. Кошмарный эпизод, ну и появление Семенова в сборной России, на мой взгляд, это ошибка. Черчесова я об этом много раз говорил, называл альтернативой и тому же сам Васипенко и других игроков, но видим то, что видим. Саму РМП написал, просто невероятно, что у русских вышел старт на составе Семенов, тогда как Дивеев остался в запасе. Но для справедливости Дивеев, выйдем в таунтайме, тоже не особо впечатлил. СДС написал, у Семенова только за первый тайм две дичайшие ошибки уровня 12-летнего игрока. Это не уровень 12-летнего игрока, это уровень РПЛ. Сэл Роха написал, Путин выдавает Семенова из страны. Серхио 93 написал, мне кажется, Дивеев даже со связанными ногами был бы не хуже Семенова. Стэнли Стони, за годы просмотра футбола я видел массу ошибок у защитников, но и играть Семенова против Бельгии, это худшее, что мне попадалось на глаза. Ну тут, кстати, можно опять провести параллель с 2008 годом, как уже сделал один из иностранных болельщиков, и вспомнить поражение от испанцев. И когда Уткин или Гусев, кто-то из этих комментаторов, кричал, что Широков не уровень сборной России, а тогда Роман вышел на позиции центрального защитника, ну и прям, скажем, провалился. Вот тоже был пример ужасной игры на этой позиции. Пестану Ромула написал, Семенов кажется бельгийским шпионом в составе русских, подарил первый гол и был близок к тому, чтобы сделать второй. Шпион прям, что тут скажешь, вполне себе возможно, учитывая то, как слабой сыграл Семенов. 28 Луис написал, этот защитник Семенов явно выпил водки перед матчем, он абсолютно потерял. Водка, матрешка, балалайка! Не знаю, что он там выпил, но это точно была не волшебная вода из фильма «Космический джеб». Мельхо написал, по окончании матча Семенова точно отправят в ГУЛАГ. Ну, любимая тема иностранцев у нас за все отправляют в ГУЛАГ, причем сразу. Ну и 8 Енаут написал, завтра Семенов поздоровается с Навальным в тюрьме. Ну, в общем, вот такой юморной комментарий, но Семенову достается не только от россиян, но и уже от иностранцев. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам, ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!